Всем окрой, шпрейс, я Мегабочий, я Логов Плей, и в сегодняшнем видео мы с вами сделаем обзор на игру Мелон Плейграунд 3D То есть, вы понимаете, уже 3D-версия Мелон Плейграунд вышла А потом что, выйдет? Какой-нибудь шутер Мелон Плейграунд? Ну, короче говоря, в сегодняшнем видео мы с вами сделаем обзор на игру Мелон Плейграунд 3D Ставь лайк, подписывайся, ну а мы погнали! И как только мы с вами заходим в этот Мелон Плейграунд 3D, мы сразу же видим китайские надписи Если что, кстати, да, он китайский, и его в плеймаркете не скачать Также мы видим коробку и две кнопочки Первая это играть, а вторая выйти Как только мы с вами заходим, у нас встречают две карты Давайте займем вот эту вот темненькую и посмотрим, что там будет Как только мы заходим, у нас сразу же такое чувство, что мы попали в Майнкрафт У нас такая пиксельная рука Только что заспаунил Мелона, он выглядит как-то очень пугающе Не знаю, я прям сразу же так в штаны наложился Блять, что это такое? Я сперва испугался, я думал, я не то скачал Но в итоге потом посмотрел вроде бы все то Кстати, спасибо вот этому человеку за то, что он выложил видео в телегу Короче говоря, я сперва реально не понял, что это за игра Но потом я походу понял, что там Мелон Плейграунд В принципе, логично Тут даже есть свое оружие Я сперва не понял, как его брать Но потом надо нажать вот эту галочку И ты можешь стрелять хоть что, короче, делать Мы, получается, играем от первого лица Мелона Вот только что я убил кукурузу Он, кстати, круто разлетелся Вот все, что мне нравится здесь Это то, что разлетается Очень все реалистично и круто Короче, посмотрите вот на этого кукурузу Я сперва не знал, можно его убить или нет Но я вот его толкаю И это очень как-то забавно выглядит Не знаю, кому как этот Мелон Плейграунд на любителя Но я бы второй раз в это не играл бы, если честно Он как неваляшка ходит Посмотрите, почему он ходит Они же вроде бы просто стоят Ну ладно Итак, давайте пробежимся дальше Что тут еще у нас имеется Дробовик Пистолет обыкновенный Дробовик обыкновенный Кукуруза разлетается очень эпично Все очень эпично разлетается Вот я говорю, плюс этой игре Прям жирный плюс за то, что все разлетается очень эпично Посмотрите на эту голову Она прям катается даже круто И почему-то, кстати, еще гильзы просто вылетают В какой-то прицел, в общем Не такой Не классический прицел, ребят Не классический Потом я решил поставить атомную бомбу Потому что она тут таковая имеется А я решил что-то взорвать Попадался В итоге сперва не понял А потом позже надо вот на эту вот кнопочку нажать И она прям, кстати, эпично взорвалась Прям в медленном режиме такое чувство Ну короче, мне понравилось, как она взорвалась Довольно эффектно Дальше я решил пройтись по вкладочке с предметами Там их, конечно, не так уж и много Но все равно, давайте проверим, что там имеется Тут у нас имеется какая-то стена Телевизор Ё-моё! Променько, мы здесь потеряли подпрыгнуть Но что-то на китайском показывают Новости Букса в мыл, он плейгран Пишите, за кого болеет За тыгули, он буст Вот я решил это предотвратить Кстати, прикольно все разлетело Тоже жирный плюс за то Короче, так что мы еще истин Коробка Телевизор Стол И я решил пройтись по секретным анимациям Мы вот здесь проходим через стену И мы видим тут ноутбук Стол и ноутбук На нем идет какой-то стрим Тут, короче, стоит стол и на нем ноутбук А на этом ноутбуке идет какая-то прямая трансляция Короче, ставь человек, если вы не знали Ну если вы играете в эту штуку Можете пользоваться этой комнатой Не знаю зачем Просто И, кстати, если мы стреляем в ноутбук Он, если у нас ломается То у нас ломается вся карта Я не знаю почему так Ну, не знаю И, кстати, еще Вот в этой комнате Не взрываются атомные бомбы И сейчас посмотрите Как красочно это выглядело Вот за это я говорю Вот за это Вот мне понравилось это играть тем, что В ней очень все красиво разлетается Вот просто Очень все красиво разлетается Ну, короче, вот так вот разлетелся арбуз И давайте перейдем ко второй секретной комнате На второй карте Вот, кстати, как стол еще выглядит А вот это я не знаю, что такое Это похоже на бараньи какашки какие-то Короче, познали ко второй комнате На второй карте В этом китайском Морозе граунд Летс го Короче говоря, вы заходите на вторую карту И немножечко идете по стенам И вы здесь увидите вот такой вот аппарат Кстати, на нем ПНГ текстурки нету Почему-то, не знаю почему Подходите к нему И через несколько минут Секунд Часов У вас начинаются такие пипещания Пик-пик-пик Типа Азбука Морзе Типа, да Я ее тут скопировал Потом хотел попробовать перевести Но нет Ну хотя нет, даже не лень Просто я пытался Но я не смог перевести Так что, если вы знаете Можете написать в комментариях Я ваш комментарий лайкну Давайте там Давайте, дерзайте Короче Ну и как обычно Я решил выстрелить в этот аппарат Потому что я всегда Во все стреляю Не знаю почему Но Оно так делается И вот, кстати Вы сейчас можете видеть Как я листал Собственно Пытался что-то Как бы перевести Но не получилось перевести Ну а что же, ребятушки Вот такое usually Видео получилось Влепи лайк Если оно тебе понравилось Также можешь подписаться на канал Кстати Вот так вот выглядит Как мы видим Мелона И что видит Мелон Вот Теперь это можно посмотреть Что видит Мелон Офигеть Вот что мы видим И что видит Мелон В этот момент Когда мы стреляем Ставь лайк Подписывайся Нажмай на колокольчик Чтобы больше не бросать Новые интересные и крутые видео Ну а с вами был я Ладарфплей До следующего видео Пока Кстати еще хотел вам сказать Огромнейшее спасибо За 100 тысяч подписчиков Вот Всем спасибо И еще самое важное Забыл оценить игру Игра по моему мнению Четыре из десяти Еще увидимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok